Около 5000 человек проживает в селе Терновка Слободзейского района, которая расположилась на левом берегу Днестра. То, что произошло субботним вечером 24 августа, всколыхнуло его жителей. Во время задержания сотрудниками ГАИ терновчанина Якова Балакчи, инвалиды второй группы, во дворе его частного дома у него остановилось сердце. Всё это случилось на глазах жены, внука потерпевшего, а также соседей. Я была в доме с внуком и услышала, собака начала скулить, но когда собака скулила, всегда я заходила во двор. Мы вышли с внуком, а здесь двое дёргают его, выходите, он говорит, никуда я не выйду, забирайте мупет, я никуда не иду. Он так кричит. Вышел внук, и он их вот так вот толкает, отойдите от деда, оставьте деда в покое. Ребята, отстаньте, он инвалид второй группы, он сейчас сильно болеет, а инвалиды не катаются на мопедах в пьяном виде. Пришли те двое, ещё зашли вдвоём туда во двор, четверо их было уже, все четверо дёргают его. Он сопротивлялся, ещё приехали двое. А приехали гаишники или приехали… Тоже одеты в форме. Ну не представлялись тоже. Нет, нет. Они уже четвером его дёргали, дёргали, он сопротивлялся. Они, наверное, не знаю, как… Он перестал дёргаться, отпустили, он упал вот так, и всё. Как упал, так и уже больше ничего не шевелил, ни руками, ничего, ни ногами, ничего. Он так кричал, просто истерически, не трогайте деда, не трогайте деда. Нина кричала, оставьте его, он инвалид, вот что я слышала. Но пока мы уже оделись, пока пришли, уже всё, уже Яша был мёртвый. В тот поздний вечер Яков Балакчи возвращался домой с берега Днестра на мопеде. Позади него той же дорогой на велосипеде домой возвращалась его соседка, ставшая очевидцем того, как сотрудники ГАИ пытались задержать пострадавшего. Ехал Саша вперёд, Яша сзади, а я сзади них. И уже Яша повернул направо, ехал уже домой. И никакой машины не было. Вообще ни одной машины сзади нас не было. Осталось где-то метра три до поворота, вот как повернуть на Матросова. Яшу уже нет, он уже дома, уже заезжает во двор. Смотрю машину, не понял, что за машина сзади. Хоть бы включили мигалку эту, хоть бы это, потому что это невозможно. Это вообще беспредел. А если бы они меня сбили? Я испугалась, я ехала домой, наглоталась к обетам. Мы получили комментарий МВД Приднестровья, который в настоящий момент ведёт своё служебное расследование. Сотрудники ДПС, неся службу по надзору за дорожным движением в селе Терновка, увидев водителя, двигающегося на мопеде, включили проблесковые маячки и звуковой сигнал, подав сигнал об остановке транспортного средства. Как видно из видеозаписи, скутер не имел номерного знака, что явилось основанием для его остановки. В последующем выяснилось, у Балахчи отсутствовало водительское удостоверение. Кстати, документы на транспортное средство не представлены до сих пор. Водитель мопеда, не выполнив требования сотрудника об остановке транспортного средства, поспешил уехать. Сотрудники ДПС преследовали данного правонарушителя до своего домовладения и потерпевший хотел на ходу заехать через незапертую калитку в своё домовладение. Один из сотрудников ДПС, схватив за багажный отсек мопеда, попросил потерпевшего подойти к служебному автомобилю для дальнейшего разбирательства по данному факту. Без номеров, да, понимаю. Ну, зашли во двор, составьте протокол, забирайте мопед, если есть какие-то подозрения, человек отсюда не убежит. Перепишите его паспортные данные, в конце концов. Куда он отсюда денется? Никуда. Перепишите, сделайте как надо, как вы должны делать. По данным МВД, около 10 ДТП в год происходит в Терновке. Причём каждое второе в состоянии алкогольного опьянения водителей транспортных средств. Поэтому сотрудники ГАИ здесь бывают часто. Как бы хорошо, потому что пресекается очень много нарушений. С другой стороны, люди очень недовольны, потому что бывает иногда и превышение полномочий. Я не хочу утверждать, я не юрист, но не имели права зайти во двор и тянуть его силой. Согласно акту судебно-таксилогического исследования, в крови погибшего было обнаружено 0,5 промилля алкоголя. Я думаю, что хотят отписать на то, чтобы он был пьяный и не мог попасть в калитку. Не пройдёт. Он не пил. Он таблетки каждый день кушал, он не пьёт. Таблетки из кармана у него, из рубашки вытащили. Потерпевший не хотел ехать на свидетельствование. Что в таких случаях предпринимается? В случае отказа от медицинского свидетельства водитель вообще не сотрудник ГАИ, чётко изъявляет желание о том, что я отказываюсь от медицинского свидетельства. Это в присутствии понятых фиксируется протокол об отказе от медицинского свидетельства после отъезда. 27-я часть 1-я, кодекса об администрационных нарушениях, где понятые подтверждают то, что водитель отказывается. И впоследствии уже проводится административное разбирательство по данному факту. Скутер изъяли, однако не оставив семейству Балакчи никаких бумаг. Родственники требуют наказания виновных. Я хочу, чтобы они понесли наказание, те, кто виноват. Вы считаете, что они виноваты? Виноваты. В чём? В том, во-первых, что они довели человека до смерти. Я называю это убийством. Я не знаю, как они там напишут, что они там будут писать. Я называю это убийством. В отношении данного гражданина физическая сила не применялась. По данному факту на данный момент идёт служебная проверка. И по окончании этой служебной проверки уже будут сделаны соответствующие выводы о правомерных действиях сотрудников ГАИ, либо нет. Ситуация неординарная. Днестр ТВ следит за событиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова